Не знаю, как вы, но лично я в детстве мечтала о шоколадных и лимонадных реках. Детство ушло, мечта сбылась. Правда, не в таком виде, в котором хотелось бы. Ярко-зеленый цвет воды. С одной стороны, необычно, с другой, странно и неестественно. Вот и забили жителей деревни Старопореева тревогу. Говорят, что местное предприятие, производящее прохладительные напитки, среди которых тархун приятного зеленого цвета, сбрасывает отходы через трубу в реку. Не менее абсурден и тот факт, что на месте сброса, где должен быть овраг, уже образовалась полноценная речка. Мы с вами стоим на берегу реки, и запах дюшеса ощущается очень хорошо. Когда мы были маленькие, по речке Килинки, которая находится отсюда в двухсот метрах, мы катались на льдинах, катались на коньках. Теперь ее с разбега перепрыгнет любой, даже старенький дедушка. Еще лет 20 и речки вообще не будет. Нашу съемочную группу жители попросили выехать на место и помочь с решением этой проблемы. Мы обратились в отдел экологии администрации муниципалитета, и их реакция оказалась незамедлительной. За день они провели проверку, в ходе которой выяснилось, предприятие действительно осуществляет сброс сточных вод в реку Килинка, но пока неизвестны, загрязненные отходы или нет. Мы взяли жителей, пообщавшись с ними, они нам показали, где этот источник, выход воды, отфотографировали, составили акт, и в соответствии с этим было принято решение о том, чтобы уведомить Министерство экологии, чтобы они направили инспектора и, скажем так, отреагировали. Письмо в Министерство экологии и природопользования уже отправлено. Эксперты выйдут на место в ближайшее время. Предприниматель уже отчитался перед администрацией, обещал все трубы убрать, а также планирует сделать дополнительную экспертизу, чтобы доказать чистоту воды. Если подтвердится факт того, что это чистая вода, значит, штрафных санкций никаких не будет, ну, придется и благоустроить, мы сказали, что он приедет сейчас с командировки и будет благоустраивать ту территорию, оккультуривать, чтобы жители не пугались этого всего, и наведет там порядок, там проведет субботник и все прочее. Мы, естественно, поясним это жителям, покажем все это. Я думаю, что если будет исход, анализы будут плохие, значит, тогда будет тампонироваться это все, и предприятие должно будет делать или восстанавливать, или делать локальные очистные сооружения и потом получать разрешение на выпуск этой воды. А если сбросы все же окажутся ядовитыми для реки, тогда ущерб, нанесенный этим производством природе, уже не исправить, но предприниматель точно будет наказан. Обещаем следить за развитием событий. Екатерина Сусенко, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. 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 Спасибо.